дорогие друзья мы в прямом эфире с прогулки и пока люди присоединяются я думаю что всем привет я думаю что можно просто какое-то время помолчать и послушать пение птиц сейчас весна и птички поют просто просто волшебно вот мы в лесу на прогулке с марсюшей прошу прощения заранее если что за качество картинки я не очень уверен что вроде как здесь показывает 4g ну по поводу качества интернета я не уверен да ну и плюс снимать буду с рук все-таки потому что мой стабилизатор он рассчитан на горизонтальную съемку да вот наш наш гульона да 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 один из немногих кому во время карантина можно вот так вот выгуливаться да там просто выход к дороге там люди гуляют марсюша туда порывается периодически кого-нибудь поймать вот поэтому заранее извиняюсь да у нас мало того что все зеленое у нас где-то тут тут еще тут еще остатки следы человек присутствие человека мы будем немножко глубже в лес уходить как обычно мы гуляем марсу все нравится он поскакал вперед вот такой шикарный пень у нас все зеленая у нас весна не он это земля просто да это просто вот выкорчеванное дерево да на самом деле это не только рыси но и многие дикие животные лежат почву для того чтобы получать необходимые минералы и вот марсюша иногда мы в особо чистых местах ему позволяем такое делать но в очень ограниченных количествах но он много и не ест он так чуть-чуть пожует чуть-чуть пожует ему хватит он дома тоже из вольера выходит когда мы выходим в сад тоже первым делом залегает и пожевать землицы вот за ним бывает правда не успеть я вот так присаживаюсь это достаточно опасно стабилизатор марсу привет передает стабилизатор уже пострадал вот ровно от таких присаживаний потому что такое присаживание марсу очень удобно он там нашел деревяшку там кара кстати очень красивая вам все на марсю давай помогу достать смотри какая интересная да вот тут вот такое вот заваленное деревце вот особенно хорошо когда бывают такие вот площадки более-менее без без подлеска до без молодой поросли где можно да вот отпустить немножко рулетку чтобы он там вот попрыгал побегал чтобы она не путалась нигде чтобы потом не продираться за ним у нас ранее весна у нас все хорошо да у нас вообще ранняя весна а вот из молодой поросли только я самое ближайшее время обязательно мне тут надо немножко подстричься да у нас тут совсем недалеко железная дорога проезжающий марсюша намотал на пень но он сам распутался и поскакал в чащу а тут поваленные деревья кстати очень очень классно что они поваленные что не надо на самую кромку забираться потому что он любитель забраться повыше а вот спускается он оттуда как самый настоящий кот и в прошлый раз при спуске мне немножко прилетела это было не очень удобно сначала спустился без вариантов ну да у нас на улице сейчас 20 градусов на солнышке ощущается все 25 а в тени но ощущается примерно как плюс 15 больше ну да ветра нет поэтому тепло очень все зелено все распустилось все цветет уже даже да у меня он вся машина в лепестках он там засел она жует свою жизнь я сейчас попробую зайти к нему с какой-нибудь стороны более смотрибельный да думаю я тут просто перелез через заросли а он меня увидел да ладно я держу держу немножко подожди да там зацепилась у нас стропа но это вообще классика жанра гуляния в лесу стропа конечно же цепляется но других вариантов особо нет всем привет опа 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 главное не по привычке не хватать стропу рукой потому что она обжигает марс изучает весенний лесок ему вообще все нравится я еще сейчас предлагаю чуть-чуть помолчать может быть вы услышите пение птицы я не знаю передает нет потому что весь лес поет да он то в своих силах уверен он спускается хорошо просто вопрос немножко в другом вопрос в том что я за него переживаю и все время хожу хожу страхую до плюс еще поводок дело такое нет вы понимаете стропа может запутаться не дай бог он повиснет на поводке и поэтому мы ему абсолютно не ограничиваем в там в каких-то лазаньях но прямо на большую высоту он там копает корнях немножко запутались сейчас он туда-то сюда прискочит марсюха ты там кого-то нашел я не могу понять он то с 1 к то с одного края то с другого начинает прям копать активно ушел с головой в работу палочки мы из леса забирать не будем мы пожуем жевать можно с собой валежник забирать нельзя оживать его очень даже можно я вообще вот запланировал на ближайшее время мне карина все показывает какого лучше ракурса а вы меня запутали все очень удобная высота вот я планирую в продолжении на карантине так как череда в своем скажем так формате марсофон наших эфиров закончилась нет лисы тут вряд ли я думаю что кто-нибудь из грызунов а ну вот за зайцы ну зайцев к в корнях редко обитают обитают здесь вряд ли тут все-таки народу много достаточно ходит и в самом вот этом лесу как можно понять по мусору ну то есть таких прям условий нет подлесок для нас конечно неудобный довольно частый но это не лесной подъехать в целом конечно водятся змеи тут вопрос пришел но здесь водятся уж и полозы даже гадюки здесь уже не водятся они обычно обычно где-то уже есть у нас мастовской район или мастовский кто как называет немножко севернее и ближе к до в горах и туда к той местности ближе к водоемам водятся здесь ядовитых змей нет а уже и сейчас если кстати к речке спуститься я уверен там достаточное количество уже будет и полозы кавказский полос водится они не опасны интересны для марса так сто процентов хотя я бы его не стал подпускать потому что все таки марс с детства так как не приучался к шлейкам он их категорически не переносит мы все еще надеемся что когда-нибудь получится его приучить к шлейке но вот он изначально поводок это ошейник это уже тоже проделана на самом деле не маленькая работа я если хотите напишите я могу скинуть потом видео где марс приучался к поводку ну там не то чтобы приучался это его первые реакции даже на ошейник там он еще маленький достаточно он там к нам приехал и поначалу он вообще хорошо ходил в ошейнике потом ему он внезапно стал ограничивать мы хотели просто чтобы он не постоянно ближе шутку а так вот туда-сюда одевать снимать но это он прям вообще окрас марсюшин и морковушка окрас очень похож на папу но и на маму тоже очень многое похоже и поэтому очень такой смешанный получился ребенок а вот кстати говоря фактурой он пошел но это не это не то чтобы он пошел в папу потому что так говорить неправильно у него просто мужская фигура фигура самца рыси они несколько по-другому у них распределены как сказать вес да они должны дать его телосложение немножко другое у самцов нежели у самок самки немножко папу округли и обычно вот клещи нам например не страшны поскольку мы обработаны ну мы препаратами марс обработан от лещей мы уже рассказывали в прямых эфирах на самом деле опасность клещей здесь такая же как и дома просто потому что ну да у нас можно выйти во двор и схватить клеща на прошлые майские по моему сижу на крыльце я никого не трогаю даже в сад не вышел раз обнаружил у себя здесь клеща поэтому что здесь что там у нас клещи одинаково активно да я вообще видео выложу в stories я думаю можно не писать в личку он там как раз там очень коротенькая вы знаете вообще основная наша проблема в том что мы как что называется непрофессиональные блогеры понимаете для нас все это было очень в новинку и то что нужно снимать и нужно иметь вообще камеру под рукой грубо говоря 24 часа в сутки телефон ну мы как все наверное обычные нормальные люди не то чтобы блогеры не нормальные но мы уже потихоньку к этому приходим по моему не совсем мы там периодически какие-то моменты в жизни фотографировали но это же какие-то мелкие моменты это происходит редко вот тут в нашу жизнь инстаграм до инстаграм уже вошел окончательно и когда нужно постоянно под рукой иметь камеру когда нужно снимать все моменты мы зачастую не успевали на меня кто-то какая-то букашка села вот мы не успевали и все моменты заснять успевать и работать марсюш ты там в прятки играешь ну это как-то слишком по моему вертикальное для тебя дерево да проходи сюда ну да там там и посветлее главное что есть место так вот немножко хотел рассказать о планах я думаю что мы переведем наши прямые эфиры в более неформальный формат продолжим их делать ну или ежедневно или почти ежедневно но уже немножко по-другому так как карантин нам карантин продлили кстати у нас до 30 официально пока апреля и да есть окна в которые можно перемещаться там 10 до 4 но достаточно проблематично в них перемещаться по городу огромные пробки сумасшедшие и вот как раз мы живем в пригороде ну да ближайший период в город внутри города еще ничего она въезда в город стоят посты как бы ничего страшного но тем не менее пробка скапливается большая потому что тем более у нас вес такой много тягачей идет грузовиков ну да поэтому хорошо что есть вот такое вот место рядом под боком когда можно выйти сесть но мы все таки приезжаем сюда на машине мы уже об этом рассказывали видео на ю тубе подписывайтесь смотрите видео уже было было видео с прогулки марса в лесу здесь же там на выход а на травку пошли зелени много нет это ли пучки по моему ну к нему она не летнет это к нам летнет да он себя там очень комфортно чувствует но это такая вот трава которая липнет липнет она не колется абсолютно я сейчас немножко по синька ну да я в штанах ну марс взбирался до пяти шести метров где-то примерно на дерево при мне вот а вообще россии в природе до 10 метров высоту берут ну опять же вот если посмотреть вот вот дерево вполне себе для россии да 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 вот можно вот так вот марс тогда забрался прям самое гнездо на высоту и там сидел спускается он оттуда просто не очень охотно но спускается и спустился он мне тогда на голову чем был еще и недоволен за что меня еще и покусал ну да я конечно сейчас так говорю рысь покусала ну это все такие бурчание капризы прикусы абсолютно не опасны вот да мы вышли в более менее на свободную полянку где можно всем привет кто присоединяется к нашему эфиру мы вот в близлежащем лесочке гуляем с марсом там главное чтобы мы просто уже выбрались ближе к человеческим тропам и здесь периодически натыкаемся на остатки цивилизации остатки до цивилизации в виде мусора никак не могу понять о какая красота я немножко помолчу потому что ну ну вы сами видите как классно периодически я попрошу вас только немножко информировать меня как с картинкой дела обстоят опа потому что здесь все таки лесок может пропадать а я связи не вижу в прямом эфире марсюхе все очень нравится он вообще любитель да смысл вы объяснили мне в принципе понятно проблема немножко в другом марс шлейку не воспринимает то есть он воспринимает ее как насилие над личностью он пытается ее себя содрать он начинает сразу проявлять агрессию естественно потому что его чем-то не очень понятным связали а с детства он ну не был к ней приучен он был приучен к поводку к ошейнику и поэтому на ошейнике он ходит достаточно хорошо да он периодически вот то что называется да тыгдык то есть рыси вообще передвигаются они же редко ходят пешком спокойно он то вот так вот валяется то потом пробежит какое-то время и ну рулетка в этом помогает очень хорошо мы дамы вообще сейчас я так предполагаю что у каких-то случайных прохожих можем вызвать серьезный интерес потому что вышли трое таких из леса еще и что-то говорят в телефон мне все еще непривычно быть в роли блогера я сам всегда немножко так ну согласитесь это потешно смотрится со стороны когда человек разговаривает с телефоном а тут еще и отвечает на вопросы привет всем кто вновь прибыл мы гуляем с марсюшей в лесу я немножко покажу лес можно послушать птичек даже ну для периодически слышу дятла многих других а суша валяется в траве ему все нравится ну конечно таким же макаром играть картон коробку там есть под яйцем уловки собираем картонный процесс такой вот оторвать и выплевывать я тоже так думаю пусть пусть да вот так вот выкашивает сейчас камера немножко немножко не передает конечно всей натурального цвета немножко вот у меня зеленит поскакал уперся вот основная проблема на шлейке не на не на шлейке конечно же она рулетки потому что когда все-таки поводок ограничен длиной он к ней привыкает на и на этой длине ходить и спокойно когда периодически ему и отпускаешь больше меньше он каждый раз да не понимает как ему на какую длину нет я думаю мы туда дальше не пойдем там уже выход цвета картинку с цветом мы выложим на youtube потому что пока он валялся я успела записать да пошли обратно марсюк он меня не пойдем на дорогу нет немножко вот а вообще он он парень достаточно послушный вот как вы видите то есть карина да но классическая ситуация с котом да он поел травки и сейчас вернет ее обратно а вообще в целом он очень покладистый нет 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 марс колючее дерево здесь то ли акация то ли что-то такое поэтому нет мелкие колючие ветки пошли я думаю обратно да он прекрасно на поводке управляем то есть если нам нужно да 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 вот тропах то есть если нужно куда-то пойти кстати говоря я сейчас попробую это сделать я пойду задом наперед а ему сюда ему понравилось клещей мы не боимся по причине того что мы обработаны все в порядке я витания что значит по-украински подскажите пожалуйста я очень люблю украинский язык даже немножко знаю ну вот слова витания мне незнакомо блин вот ему приглянулась это дерево на него вообще нежелательно залезать она колючая я даже сейчас он меня поймал причем он это делает очень весело вот с мамой он играет зачастую намного намного жестче чем со мной вот в таких то есть он сейчас подбежал меня обхватил как бы но вот как не обняла именно обхватил поймал двумя лапами но сделал он это мягкими лапами без когтей без ну да просто он тебе еще уснул газов за бачок так что да можно говорить о том что придет рыженький рысёк и укусит за бачок пусть это нормально пусть это естественная природа рысей с которой в целом полностью побороть ее нельзя но можно контролировать и контролировать марс четко понимает силу укуса он знает как он кусает мне было даже скорее щекот зачем более просекотки боюсь пойдемте туда ближе марс сша марс марс я уйду вот еще да примерно так но еще есть такой момент если он сейчас на меня обратит внимание он просто даже не смотрит на меня марс мы будем прятаться за дерево пригнулся сейчас мы будем играть он сейчас меня охотит карина его немножко остановила да мы так дома частенько играем с ним так вырабатывается безусловный уже наверное рефлекс ловить рысь на лету в прыжке потому что он периодически периодически выпрыгивает из-за дивана ну на самом деле мы ему позволяем достаточно много но есть моменты которые во первых влияют на его безопасность во вторых влияют на его поведение все-таки он еще не взрослый рысь у которого уже сформировалась полностью понимание можно нельзя как что делать да то есть вот все скажем так ценности вокруг и поэтому мы ему прививаем необходимые навыки которые в дальнейшем ему помогут очень хорошо также как вы кстати хорошо заметили также как с детьми ведь детям чего-то не разрешают не потому что затаился ну его его увидели поэтому он не так интересно было он любит когда он незаметен он кстати морковка дергается причем очень часто даже когда ты к нему уже подходишь вот так вот лоб в лоб он все равно сидит затаенные иногда даже это его не останавливает то есть он может такие моменты очень опасно наклоняться как я по первости делал он вроде как я его уже вижу спалила все нет он может также скакануть с близкого расстояния это так себе удовольствие вот я сейчас тоже не знаю как картинка с моего ракурса просто огонь не знаю чего он там увидел нет он мог он может видеть птиц которых мы не видим мошкара ну да он ловит всех он очень любим и так нравится это просто это отдельная ну в принципе как очень часто животные собаки и кошки они муху у нас кстати говоря вот где содержатся животные зимой периодически естественно приходят то мышки то даже были крысы я не успеваю за ним по кругу он меня обходит и вот с появлением марса во первых их стало намного меньше а до этого вообще у нас и рис кстати говоря ада великолепно ночью в ряд лежат все кто незаконно пришел поживиться кормами или еще чем-то марс конечно больше любит маму потому что вот кстати огромное спасибо за то что вы не просто нас поддерживаете а периодически отвечаете на вопросы вот пожалуйста он сейчас он там по нему и не заберется собственно фу там бутылка пластиковая вот битнер 996 наш подписчик огромное спасибо я к сожалению не знаю как вас зовут потому что очень много по делу и правильно отвечаете нашим подписчикам грамотно разъясняете это очень важно про про папу у рыси в генетическом коде ничего не заложено а про маму все поэтому мама для него все меня он воспринимает ну примерно как как брата как собрата да если подойдет чужой будет ну скажем так целом нормальная реакция мы уже проводили но правда он был сильно младше и он вел себя по-другому нежели сейчас сейчас он все-таки растет и он еще плюс ко всему доминант по своему складу на встрече подписчики в его гладили его тискали с ним общались но все равно периодически он устраивал тут и годы кто забрался на голову видеооператору и сделал кусь достаточно серьезный ну без без каких-то там серьезных травм последствий да ну царапина но это но тем не менее да если сейчас подойдет чужой марс проявит очень серьезный интерес как и ко всем он попробует на него запрыгнуть забраться но если это происходит вот дома с ним достаточно проблематично общаться чужим потому что он на своей территории и как мы все видели у екатерины на видео как руфус до рысь животное территориальное у себя на территории он делает чего хочет и поэтому он достаточно сильно возмущается когда ему не дают кусать гостей кусать в его смысле абсолютно без агрессии то есть он не нападает на гостей но он с ними играет а игры у него уже достаточно серьезные он вообще как все рыси до любая игра у рыси это репетиция охоты так или иначе так они учатся охотятся готовятся к взрослой жизни и его игры я немножко пониже так вот сделаю чтобы не перекрывали комментарии картинку и естественно они бывают жестковаты просто понимаете есть немножко тоже разные категории чужих или гостей вот у нас был в гостях андрей администратор екатерины как раз по соцсетям и никаких проблем не было он был со своей девушкой в гостях то есть мы марса взяли на поводок из-за нее потому что он с ним контактирует прекрасно он дает себя даже периодически укусить да потому что он знает что но он он это делает грамотно умело с должным опытом он кстати по моему ну конечно он общался и с ханой с сумкой и в целом с разными кошками а так как человек опытный естественно мы ему доверили играть с марсом так как он хочет андрей нет 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 андрей ай ловли кекс до аккаунт в инстаграм и девушка у него насколько я понял впервые общалась с рысью и поэтому их общение было несколько ограничено это вопрос только безопасности до навыка поэтому чужой если подойдет вот на улице к нам ну во первых мы конечно всегда и сами предупреждаем если вдруг кого-то встречаем хотя такое было достаточно редко что то есть ближе определенного расстояния подходить нельзя поскольку кот может просто запрыгнуть на плечи и не каждому чужому человеку да именно поэтому с марсом нельзя гулять например в одиночку ну да ну природа что сделаешь потом будет ее обратно отдавать как все коты так вот если чужой о приветствуем помог помахать елена ой господи я по привычке называю львина конечно да или привет это наш дизайнер дизайнер нашего youtube канала ель лент аккаунт подписывайтесь обращайтесь очень талантливая девушка и вот все шапка нашего youtube канала все аватарки наши это все отрисованы ею а ее супруг александр оператор youtube канала и монтаж и вообще все консультации по съемкам у меня проходят с ним прекрасные ребята подписывайтесь обращайтесь если кому-то нужен видеооператор очень классно снимает правда вот продолжая тему с чужими которые к нам подходят работа вообще с любым хищником любой любой контакт люба контактная работа всегда проходит вдвоем должен быть человек который страхует сейчас у нас электричка пройдет рядом будет достаточно шумно может быть всегда нужен человек да на нас на нас все так посмотрели никто не понял что происходит почему на опушке леса не пусть и сам вообще пропуск не дают вот поэтому один человек всегда страхует чтобы не произошло какие бы не непредвиденные ситуации не произошли один всегда должен страховать и вот как раз в этой роли чаще всего выступаю я хожу охраной за вот этой вот наглой рыжей мордой и не подпускаю к нему людей вот с опытными людьми на улице даже проще то есть вообще в целом вероятность того что на улице он будет себя вести как бы это сказать опасно для человека меньше поскольку его внимание рассеяно всего много вокруг происходит вот сейчас птички поют травка вот как вы подсказываете зеленая что-то движется везде много всего и он отвлекается то есть он не так сконцентрирован на ком-то конкретном чтобы поймать и поиграть догнать поймать и позаботиться привет наташенька конечно большой наташа к нам присоединилась желнокова конечно битнер как и многие наши подписчики я бы сказал даже большинство это подписчики екатерины так или иначе если я не ошибаюсь то битнер 996 это еще подписчик частного экзотариума я могу сейчас ошибиться я не очень хорошо всех помню уже но и мы тоже вышли из скажем так подписчиков ну в интернете вот кстати очень интересный анонс о котором мы сами еще не до конца все знаем мы сами еще не видели скоро на ютубе будет кое-что новенькое и львина нам подсказывает а значит видео которое было в монтаже уже 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 такое тепленькое как куличик почти готова всех с праздником мы совсем забыли конечно же всех православных подписчиков мы и всех кто отмечает да мы поздравляем с светлым праздником пасхи мы там stories уже выкладывали что мы тоже пекли карина пекла куличи пекла их по рецепту своего прадедушки больше того замешивала тесто за тем же самым столом за которым его замешивал он мы любим вообще такие вот истории традиционные а уже комарики появились у нас свой ушастый пропуск кистиухи пропуск я боюсь что не проканает вот классический кусь но попытки конечно же пузико пузико вот она пузико вот она пузико вот молодец как молодец дал пузико почесать молодец кстати вот животик но далеко не всегда он так соглашается он обычно начинает ну вот так же как вначале руку мы ловить и пытаться укусить но это как бы такое он не сильно переживает по этому поводу но тем не менее переживает но за другой но вот вообще в целом зачастую примерно так да собственно у нас ну практически я не припомню прогулку которая бы происходило у нас немножко в другом русле только обычно мы разговариваем друг с другом они ну и с марсом естественно они с вами в прямом эфире но гуляем мы стараемся по погоде ну или каждый день или почти каждый день здесь в лесу он не то чтобы хотел ее поймать ну просто да 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 он он на нее конечно привлекло внимание что то такое большое издающие много-много про электричку да но было больше забавно мне например наблюдать за лицами людей из из электрички которые смотрели на троицу на опушке леса весьма забавную так вот возвращаясь к тому что планируется еще тоже я периодически сбивают смысле естественно когда снимаешь одновременно что-то говоришь а для меня это все не все-таки все еще не привычно хотя это уже какой-то 12 эфир по счету или 13 как мы начали марсофон но я все еще не привык у нас очень тепло у нас 20 градусов ну ощущается ну да сейчас сейчас будет по прохладнее а так на солнышке вообще ощущалось как все 25 у нас все зелено все цветет вишня цветает уже вы знаете вот я сегодня сидел на крыльце и пошел дождь вот буквально за где-то за час за полтора до нашей вот прогулки запланированы хотя по всем метео прогнозам у нас дождя не предвиделось я смотрю нам просто сверху идет дождик я открываю тут же яндекс да смотрю мне пишут ближайшие два часа осадков не ожидается некий ну да некий диссонанс морковку ловим он не то что подустал он просто развалился кайфует ему все хорошо прекрасно вам можно вот так вот поваляться он вообще парень не не вниз до не гиперактивный не из тех кто прямо будет бегать носиться он очень шила попой но на ограниченном пространстве а он меня уже пошел охоте а если я пятку твою поймаю а я пятку твою поймаю что ты будешь делать да все да все вот она твое пятка у меня вот она пятка да я все равно ее возьму зачем ты его праву зачем так да я думаю на следующую прогулку мы еще перчушу с собой возьмем они не очень хорошо между собой ладят но уже лучше да и поэтому я думаю что уже можно будет попробовать с ними вдвоем погулять да вот кто вот кто конь точно он на выпас у скачет куда-нибудь и только я кричу где перчик перчик да где белая мелькнет предпри прибежит опять поздоровается отметиться и дальше поскакал там по-моему через лапу перемоталась сейчас начнет куда-нибудь резко идти птичка 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 прилетела за свиристела птичка ой в этот раз как-то вот мы их не видим мы их слышим очень много раз в 10 больше чем в прошлом на прошлой прогулке но мало видим а на прошлой прогулке но видимо пореже было листва еще не такая зеленая ну да их было значительно лучше видно и вот там то конечно марс охотился до охотник булочка булочка это другая он тоже иногда булочка не булочка до развития не булочка он так смешно это делает особенно во время бодания вот так он клац да 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 у . нет у . это все это предваряет когда вот это вот все усики и губежки вперед а он именно вот так выдыхает как будто но это просто апофеоз счастье охотит охотит на улетела уже птичка они к тебе близко до близко они к тебе не подлетают а с погодой очень везет дождик быстро закончился вышло солнышко и мы собственно с большим удовольствием поехали ну иди самую 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 чащу ему срочно понадобилось туда да здесь просто вот эта трава она она очень липучая о как сюда птичка прилетела до марс дразница до ухана ну что я думаю мы пойдем возвращаться уже чтобы нам хватило времени закончить эфир я как раз проанонсирую что я думаю уже с завтрашнего дня мы обещали а мы помним свое обещание мы обещали музыкальный эфир на выходных ну мы немножко немножко переиграли самое самое ближайшее время уже завтра я думаю мы сделаем игра идет он охотит маму сейчас выскочит из кустов бодается он кстати ну охотнее конечно он бодается с кариной но бодается он и со мной он вообще очень хорошо со мной общается для рыси просто я бы сказал мы живем душа в душу я ожидал гораздо больших траблов нет он там за тобой следит оттуда но как-то плохо маньяк ты плохо следишь нет 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 он охотит уши напряжены а ты там помельче хоть чуть-чуть ему ну да вот бывает такое вот завтра будет музыкальный эфир а дальше я планирую по вечерам ряд эфиров более домашней обстановке мы попробуем пообщаться про животных я думаю что мы попробуем провести совместные прямые эфиры с некоторыми друзьями и заводчиками ну вот здесь сейчас машина проезжает марс очень интересно и думаю будет интересно попробуем на удаленке провести вам экскурсию я договорюсь чтобы вам все показали показали и рассказали каково это жить жить немножко другой жизнью не который многие нет нет он сразу мотает головой это не я делает невинную рожицу типа я тут ни при чем и все вот посмотреть мне давно хочется рассказать людям каково это посвятить свою жизнь содержанию разведению животных и всем осушил ушел в лес нам прямо сейчас прямо вот каково это жить с животными жить ради животных причем кто-то продолжает как как сказать нормальную работу свою там в офисе например или на заводе даже может быть а кто-то полностью уходит в этот интересный познавательный мир я за ними не успеваю немножко убежали и занимается только этим как раз с такими людьми я и хотел я давно хотел сделать эфир где рассказать в котором бы я мог рассказать о своих мечтах о каких-то планах на будущее мы продираемся через чащу буквально вот он побежал мы дальше выходить я думаю не будет пусть карин вот здесь будем подводить итоги немножко эфира не очень удобно это делать продираясь через чащу леса и пытаясь поймать в кадр марсюху он-то мелкий юркий ему хорошо вот и как раз я думаю мы познакомимся с разными представителями и и и Продолжение следует...